Всем привет! С вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game & Word. Сегодня в выпуске. Опубликованы 9 минут игрового процесса Until Dawn. Появились новые 15 минут игрового процесса Assassin's Creed Syndicate. Опубликован целый час геймплея Grand Ages Medieval. В Тропико 5 появился редактор карт и заданий. Образ собаки из Fallout 4 строился по образу собаки одного из разработчиков. Опубликованы 9 минут игрового процесса Until Dawn. Опубликованы 9 минут игрового процесса Until Dawn. Совершенно недавно был опубликован 9-минутный видеоролик, который демонстрирует все прелести игрового процесса Until Dawn. Напоминаю, что игра является эксклюзивом для платформ PlayStation. Смотря на игровой процесс Until Dawn, кажется, что все вполне хорошо. Но тут ключевое слово «кажется». Имеющиеся проблемы в игре не прикрывают прекрасный уровень графики, современное звуковое сопровождение и даже свободу действий в диалогах. К примеру, в течение всех 9 минут ничего интересного в видеоролике не происходит. Герои бродят по линейному пути и просто вовремя преодолевают разнообразные препятствия. Конечно, судить слишком строго по 9-минутному игровому процессу глупо. Но если учитывать тот факт, что разработчики уже давненько ничем не радуют в плане геймплея игры, то игру невозможно не критиковать. Остается лишь ждать и надеяться на то, что в скором времени разработчики нас всех чем-то смогут удивить или даже просто элементарно порадовать. Появились новые 15 минут игрового процесса Assassin's Creed Syndicate. На прошедших выходных у компании Ubisoft и Sony состоялось совместное событие, в честь которого они устроили мероприятие, на котором можно было поиграть в Assassin's Creed Syndicate. На этом мероприятии каждый желающий игрок смог опробовать на платформе PlayStation 4 игру Assassin's Creed Syndicate. На этот раз версия игры была рабочей и никаких проблем в процессе игры не возникло. Что касается самого прохождения, то большая часть записанного игроками видеоролика была посвящена игровой механике и анимации. В опубликованном видеоролике прекрасно видно, как главный герой может теперь нормально обхватить, к примеру, трубу. Если в прошлой части с этим были проблемы, то в Assassin's Creed Syndicate эту проблему устранили. Движение идет плавное и спокойное. После демонстрации анимации игроки принялись выполнять задания, чтобы оценить работу стелл режима, механику боя, уровень сложности и просто оценить аспекты ближнего боя. Взломы аккаунтов в Steam прекращены. Еще на прошлой неделе оказалось, что безопасность Steam не такая уж и надежная, ведь в ней нашлась огромная дыра. Благодаря этой дыре были взломаны многие аккаунты. Причем злоумышленники пытались украсть аккаунты не только рядовых игроков, но и известных киберспортсменов и даже стримеров. Но что самое страшное в этой всей проблеме, увести аккаунт игрока мог абсолютно любой желающий. Для этого достаточно было лишь знать имя учетной записи жертвы и притвориться, что якобы забыли пароль. А когда система в Steam просила секретный код, можно было просто нажать продолжить и спокойно поменять пароль на свой. К большому счастью, компания Valve вовремя спохватилась и заделала дыру. Более того, представители компании утверждают, что вреда от этой проблемы было немного, ведь даже если бы злоумышленники поменяли пароль, в Steam существует функция Steam Guard, которая не позволила бы забрать аккаунт, конечно, если эта функция включена у вас на компьютере. Опубликован целый час геймплея Grand Ages Medieval. Разработчики Grand Ages Medieval, видимо, уже сами не могут дотянуть до релиза игры. Ведь они теперь решили провести часовую трансляцию игрового процесса своего проекта. Трансляция, в свою очередь, содержит огромное количество ранее неизвестных деталей. Все начинается вполне тихо и мирно. Действие происходит в свободном режиме игры. Разработчики постепенно рассказывают о каждой детали и тонкости игры. Как многие уже могли увидеть, карта в игре огромная. Каждый город буквально кипит от жизни. Начало игры, как обычно для подобного жанра, стандартное. Небольшое поселение, скрытая карта, мало ресурсов, неразделенная земля, неразвитая торговля, неразвитые технологии и, в конце концов, дружелюбные и недружелюбные соседи. Но не стоит расстраиваться, ведь у каждого игрока все еще впереди. Конечно, на первый взгляд, все кажется слишком трудным, но на самом деле все просто. К примеру, развивая экономику, развивается торговля, соответственно, повышается доход. Опубликован геймплей DLC Rise and Die для Civilization Beyond Yours. Команда разработчиков из Phrixis Games совершенно недавно запустила две прямые трансляции, которые прекрасно демонстрируют новое дополнение к оригинальной игре Civilization Beyond Yours. Само дополнение носит название Rising Tide, и оно уже считается вторым крупным дополнением для игры. В опубликованном видеоматериале проходит демонстрация новой фракции, которая носит название North Sea Alliance. А если кто-то позабыл, то совершенно недавно разработчики еще и демонстрировали геймплей за новую фракцию El Falah. Новые фракции, как и положено, имеют свои уникальные юниты, свои бонусы и строения. А мы напоминаем, что сюжет игры гласит о том, что земля была окончательно добита людьми. Поэтому, чтобы человечество выжило, сотни людей отправляются колонизировать планеты в созвездии Альфа Центавра, где и разворачивается война между разнообразными фракциями и альянсами других людей за новую землю. В Тропика 5 появился редактор карт и заданий. Команда Эскалипсо наконец-то выпустила долгожданный редактор карт и заданий для Тропика 5, причем с поддержкой Steam Workshop. На данный момент редактор работает лишь на ПК версии игры, но в этом даже нет ничего удивительного. Для того, чтобы вы могли насладиться всеми прелестями этого редактора, вам потребуется для начала загрузить обновление 1.10. Кроме того, что в этом обновлении у вас появится возможность залезть в редактор, вы еще и получите целых 5 совершенно новых карт. И самое интересное то, что платить за них по отдельности не требуется, а это несомненно еще один плюс в обновлении 1.10. Теперь осталось сделать разработчикам лишь одно – добавить улучшенный многопользовательский режим для игроков, чтобы каждый играющий смог насладиться игрой еще и со своими друзьями. Но и сильно надеяться на выход многопользовательского режима не стоит, ведь разработчики по поводу этого еще ничего не говорили. Образ собаки из Fallout 4 строился по образу собаки одного из разработчиков. Все помнят того милого песика, который был представлен в трейлере на E3 2015. Так вот, этот друг человека является прототипом реальной собаки, причем собаки одного из разработчиков. В компании BSS The Soft Work работает человек по имени Джоэл Бергес, и занимает он должность ведущего дизайнера уровней, и так получилось, что собака принадлежит именно ему. Собаку же в реальности зовут Ривер. Если верить словам руководителя проекта, то собака у них в студии провела достаточно много времени, так как разработчикам необходим был наглядный пример поведения и анимации животного. Поэтому в игре теперь можно не раз будет заметить странное и непонятное поведение собаки. При этом у виртуальной собаки сохраняется поведение реальной, ведь она и нюхает все вокруг, и бегает около вас, и даже ловит фризби. Также напоминаем, что помимо того, что у вас появится лохматый друг в игре, он также будет абсолютно бессмертен. Так что в этом смысле, потому что я одна из тех людей, которая будет восстановить, просто так как Догмит живет, эта функция, где Догмит не может умереть в 4 лет... Играет музыка